Я читаю восемнадцатую главу из второй книги царств. И сказал царь людям, я сам пойду с вами. Но люди отвечали ему, не ходи, ибо если мы и побежим, то не обратят внимания на это. Если и умрет половина из нас, так же не обратят внимания, а ты один тоже, что нас десять тысяч. И так для нас лучше, чтобы ты помогал нам из города. И сказал им царь, что угодно в глазах ваших то и сделаю. И стал царю ворот, и весь народ выходил по сотням и по тысячам. И приказал царь Иоаву и Авессе и Евфею, говоря, сберегите мне отрока Авессолома. И все люди слышали, как приказывал царь всем начальникам об Авессоломе. И вышли люди в поле навстречу израильтянам, и было сражение в лесу Ефремовом. И был поражен народ израильский рабами Давида. Было там поражение великое в тот день. Поражены двадцать тысяч человек. Сражение распространилось по всей той стране, и лес погубил народа больше, чем сколько истребил меч в тот день. И встретился Авессолом с рабами Давидовыми. Он был на муле. Когда мул вбежал с ним под ветви большого дуба, то Авессолом запутался волосами своими в ветвях дуба и повис между небом и землею. А мул, бывший под ним, убежал. И увидел это некто и донес Иоаву, говоря, — вот я видел Авессолома, висящем на дубе. И сказал Иоав человеку, донесшему об этом, — вот ты видел, зачем же ты не поверг его там на землю? Я дал бы тебе десять сиклей серебра и один пояс. И отвечал тот Иоаву, — если бы положили на руки мои и тысячу сиклей серебра, и тогда я не поднял бы руки на царского сына. Ибо вслух нас царь приказывал тебе и Авессе и Ефею, говоря, — сберегите мне отрока Авессолома. И если бы я поступил иначе с опасностью жизни моей, то это не скрылось бы от царя, и ты же восстал бы против меня. Иоав сказал, — Нечего мне медлить с тобою. И взял в руки три стрелы и вонзил их в сердце Авессолома, который был еще жив на дубе. И окружили Авессолома десять отроков-оруженосцев Иоава, и поразили, и умертвили его. И затрубил Иоав трубою, и возвратились люди из погони за Израилем, ибо Иоав щадил народ. И взяли Авессолома, и бросили его в лесу в глубокую яму, и наметали над ним огромную кучу камней, и все израильтяне разбежались, каждый в свой шатер. Авессолом еще при жизни своей взял и поставил себе памятник в царской долине, ибо сказал он, — Нет у меня сына, чтобы сохранилась память имени моего. И назвал памятник своим именем. И называется он памятник Авессолома до сего дня. Ахимаас, сын Садоков, сказал Иоаву, — Побегу я, извещу царя, что Господь судом своим избавил его от рук врагов его. Но Иоав сказал ему, — Не будешь ты сегодня добрым вестником, известишь в другой день, а не сегодня, ибо умер сын царя. И сказал Иоав Хусию, — Пойди, донеси царю, что видел ты. И поклонился Хусий Иоаву и побежал. Но Ахимаас, сын Садоков, настаивал и говорил Иоаву, — Что бы ни было, но и я побегу за Хусием. Иоав же отвечал, — Зачем бежать тебе, сын мой? Не принесешь ты доброй вести. И сказал Ахимаас, — Пусть так, но я побегу. И сказал ему Иоав, — Беги. И побежал Ахимаас по прямой дороге и опередил Хусия. Давид тогда сидел между двумя воротами. И сторож взошел на кровлю ворот к стене и, подняв глаза, увидел, — Вот бежит один человек. И закричал сторож и известил царя. И сказал царь, — Если один, то весть в устах его. А тот подходил все ближе и ближе. Сторож увидел и другого бегущего человека. И закричал сторож привратнику, — Вот еще бежит один человек. Царь сказал, — И это вестник. Сторож сказал, — Я вижу походку первого, похожую на походку Ахимааса, сына Садокова. И сказал царь, — Этот человек хороший и идет с хорошей вестью. И воскликнул Ахимаас и сказал царю, — Мир! И поклонился царю лицом своим до земли и сказал, — Благословен Господь Бог твой, предавший людей, которые подняли руки свои на господина моего царя. И сказал царь, — Благополучен ли отрок Авессалон? И сказал Ахимаас, — Я видел большое волнение, когда раб царев Иоав посылал раба твоего. Но я не знаю, что там было. И сказал царь, — Отойди, стань здесь. Он отошел и стал. Вот пришел и Хусий и сказал Хусий, — Добрая весть господину моему царю! Господь явил тебе ныне правду в избавлении от руки всех восставших против тебя. И сказал царь Хусию, — Благополучен ли отрок Авессалон? И сказал Хусий, — Добудет с врагами господина моего царя и со всеми злоумышляющими против тебя то же, что постигло отрока. И смутился царь, и пошел в горницу над воротами, и плакал, и когда шел, говорил так, — Сын мой Авессалон! Сын мой, сын мой Авессалон, О, кто дал бы мне умереть вместо тебя, Авессалон, сын мой, сын мой! Сын мой Авессалон, О, кто дал бы мне умереть вместо тебя!